ребятки всем привет утро доброе я с утреца решила наготовить обед потом чуть позже буду готовить ужин что я сегодня уже успела сделать я отварила альми рис свежак потом надо еще жуковскому кашу варить новую вот здесь у меня борщ будет тут на воде борщ здесь уже отварь отварена картошка капуста и скажите я вам скажу и фасоль белая обычно фасоль здесь делаю зажарку лук морковь лук свежий морковь замороженная начистила уже натерла свеклу это моя домашняя свекла с огорода и вот такой вот кетчуп это кетчуп с добавлением кабачков кетчуп кабачки называется есть на канале рецепт он для борща тоже классно подходит баночка стоит никто не доедает вот в борщ и пойдет это альмины я ее утром кормила с добавлением моркови и яблочко это осталось на вечер вот собственно пока что все приготовление дальше пока зажарочка жарится значит покупала я крылышки домашней курицы моя задача сейчас сразу я уберу вот эти вот кисти и кисточки от них они не нужны таким вот образом и сложу пакеты и в морозилку класса а ты что хочешь погрызть такое не знаю можно тебе или нет там такие острые кости я не знаю наверное тебе нельзя она уже прискакала они вот прям чувствуют когда я начинаю там мясо резать или рыбу или курицу да они сразу прибегают то ли по звуку чувствует а может по запаху сразу бегут они кажется вроде такие страшные дети крылышки да но они гораздо вкуснее чем обычно это белые тут два кило два кило нас похолодало слова минус 10 сейчас по градусники и это днем здесь для нас это холодно у нас редко такие морозы поэтому уже со мной как холодно нашу многих комментариях смеются говорят какие же это морозы разве это мороз вот минус 30 там но мы таких мороза вообще не знаю как минус 30 такое было у нас когда-то минус 20 по моему каком-то году всех ели домах квартирах холодно стало все борщ почти готов сейчас за я только добавила зажарку закипит прокипит еще минут пять такая красота получилась яркий красочный красивый в конце добавлю зелени и все и готова борщ с фасолью но без мяса именно так у меня в семье любит и у нас уже обед вот то что как раз борщик сварила это мы и обедаем мы с леной не сметану себе в борщ не добавляем не майонез у мужа майонез сметану не ест и сало обязательно лук тут чесночок есть буженинка для тех кто не ест сало хлеб серый белый и горчичка замечательно а что же ребятки у меня на ужин будет сегодня а на ужин я с утреца достала с холодильника и она уже разморозилась это рыба это мойва кстати собакам все таки можно морскую рыбу или нет если можно то мой в это же морская рыба и у нее нет острых костей может раз в неделю рыбы не отваривать интересно у кого собачки и стол на собачники на канале напишите вы даете собакам рыбу ну понятно без костей без костей например вот такую вот то она не очень дорогая хотя бы раз неделю было бы мне кажется собаки было бы полезно отварная именно рыбка не знаю интересно было бы послушать ваше мнение я добавляю сюда соль немножко потому что у меня тут вот специя для рыбы она вроде бы тоже содержит соль сейчас я так обошена комочками немножко взялась цель его чуть-чуть это вовремя не закрыла пачечку я вот чуть-чуть получилось так хорош и теперь надо перемешать вот так вот и уберу накрою чем-нибудь лучше в пакетик миску в холодильнике не воняло и пусть немножко постоит просолится рыба вот а к рыбе будет банально ребята картофельное пюре давненько мы его не кушали я сделаю добавление молока с молочком и свежее молоко вот и будет пюрешка вот такой вот у нас будет уже будет у меня вся квартира вонять моего при жарке вообще это рыба такой специфический запах имеет есть конечно способы там в духовке то есть для меня в духовке это не то она не такая хрустящая не такая это сама я жарю ее в муке на сковороде в растительном масле у меня процесс идет рыба жарится тут пюре сейчас закипит тут жуковская каша медленно кипит вот по рыбе у меня будет наверное где-то три закладки три сковородочки вот такие вот жарю до золотистого цвета уже вся квартира пропахлась ну ничего за для меня это приятный такой аромат покупки у меня сегодня совершенно небольшие вот такой вот кусочек балык юбилейный на 121 гривну кусочек получился вот такой вот нормально пойдет так за килограмм цена 299 так сыр сыр у меня здесь на 98 гривен по 320 за килограмм и хлебушек вот такой вот бородинский 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 хлеб 30 гривен и того 253 гривен и 60 копеечек ну и вот в общем то наш ужин лена уже поужина только пришла от репетитора мы чуть позже садимся пюрешка рыбка капуста своя домашняя квашеная хлебучек лучок у нас всегда на столе сегодня ничего не снимаю ребята работы много навалилось завтра будет некогда снимать завтра будет новый день может что-то для вас поснимай соединю их вместе да и все ну как то так поэтому не прощаюсь ребятки снова всем привет хотя видео это поняла по кусочкам снимаю видео продолжается я встала рано утром собралась и иду на рынок мясной дальний туда я на нем не было 100 лет альми за едой такая у нас погодка улетит снежок мелкий не рассчитывала не ожидала собрала встала-то я рано утром пока собралась пока то пока все пока завтрак пока все дела передела честно говоря уже время 10 часов я не знаю не поздно ли я иду но иду холодно ребята сегодня утром проснулась на градусники у меня минус 14 показывает но сейчас 10 утра минус 10 минус 10 слушайте постирала я отдела эти подштанники которые помните я купила на меху вот обалденно я иду сейчас классно и это куртка зимняя меня выручает ленте на зря она не хочет ее носить такая добрая такая хорошая куртка она плюс ее в том что она теплющая она прям зимняя зимняя такая вот и она получается длина у нее такая что закрывает до по колено сзади ничего не дует еще постаники еду хорошо они на меня на меня на меня налезли идеально они прям на высокого человека у меня я не скажу что у меня очень высокий рост но метр семьдесят и за свою жизнь очень часто сталкиваюсь с тем что джинсы как-то подстреленные это спортивные штаны и выбираешь покупаешь они подстреленные подштаники колготки и так далее вечно вот коротковатый короткий а эти прям вообще классно идеально я так думаешь надо еще сходить там еще одни висели такого же плана но я их не взяла потому что эти 98 гривен были а те по моему 160 ну круче два раза больше цена и они не такие толстые более тонкие все жалея надо было взять ну походу я их я вообще ли не их покупала но кто первый взял того и тапки все я уже наделал себя значит они мои надо значит лени еще купить такие же слушать рука отмерзает так моих планов взять для альмы обрезь говяжью печенку говяжью если есть горло гортань чаяконов говяжья я очень хотела бы ей купить мизинец отмерз очень бы хотела ей купить говяжий желудок это очень полезная питательная для собак штука но я каждый раз не решать его брать потому что на рынке продают его не очищенным у меня будет запашок на всю хату дорвотного рефлекса наверное я никак не решусь покупать такое у нас они не чистят не нечищенный продают так прячу руку в карман отмерз палец я пришла ребята наш рынок он такой крытый закрытый у меня раньше тут папа работал много лет местником он был рубщик рубщик на рынке был и мы сюда ходили почти каждый день а сейчас я здесь не было много-много лет ребят ностальгия все ребенку все тащу пакет быстро быстро так я говорю юля пришла раз в пятилетку блин на этот рынок мама звон и юля срочно надо этот самый а я брала у них как-то за воротник этот для кошек для альму брала когда она расчесывала себе шею срочно срочно стёпе надо короче так не походила по рынку быстренько зацепила говядины обрез нет я зацепила эти горло говяжьи печень говяжью короче быстро быстро и все и выбежала не колбаски не купила не рыбки не купила планировала я очень редко бываю на этом рынке ну короче немножко подрастроена что так получилось все ложу телефон и бегу иду гребусь блин скользко что-то несу маме эти воротники кошачьи что-то не там со стёпой были у ветеринара надо чтобы он не вылизывал там несу все отдала и маме воротники что-то разнервничалась иду я назад ребята на мясной рынок что тут идти не так уж долго я не успела ничего купить мне ребра надо я хочу рыбу посмотреть какую-то возвращаюсь а он такой самый большой рынок именно вот по сегодняшним дням поэтому я возвращаюсь и рыбу туда же с чего и начинала короче полдня уже прошло может там уже за рынка не мог вот это мне день беготни получился все я уже домой лично до быстренько позаботиться жопы заставить лену покушали нам уже она уходит к репетитору для ночи немножко приболела но к репетитору надо идти все я наконец-то дома все ребята я уже дома сейчас я на балкон бакеты запихнула потому что сначала же один приволокла потом второй альма бегает учуяла запах говядинки сейчас купила альма не трогай если я помнила цели ребята было бы хорошо покажу короче альме взяла на 410 гривен не только они будут так подождите мои перчатки так значит что я помню я помню почем печень печени у них на витрине не было на прилавке реша печени нет заморозки вот так вот блин она что без пакета вот так прям как достану мисочку на башке после шапки чертичок об значит 5 печень говяжья 120 гривен килограмм мне ее разрубали шуста выходили искали нашли только чуна без пакета прям так так на 120 гривен килограмм какой тут вес я не знаю позже у меня гора посуды дальше ребята что дальше дальше у меня вот это не знаю может мало взяла но я посмотреть что она там так подождите поставила картошку варить значит это горло горлянка я к нас как горлянка говяжья я думала они дешевле но нет 85 гривен килограмм вот я взяла на что вот он так вот выглядит она у них подмороженная берут собакам вот тут как бы вот это вот и трахея есть на горло говяжья вот любят собаки вот эти вот хрящики погрызть и в принципе здесь есть и мясо я это все еще достану на на большой большой то блин отдел у меня большой тазик альма ну подожди все это нужно будет разморозить перерезать нарезать порционно боже куда я это в морозилку буду пихать я об этом даже не подумала так значит вот такой вот кусок с пакетом гортани так и вот такой там еще был огромный но блин так еле затащила вот смотрите тоже вот она горло идет и вот тут вот прям такое вот мясо для собаки я думаю самое то нормально будет вот жирновато но все же есть такое дело не знаю сколько тут короче 85 килограмм так дальше еще с пакет и пакет и пакет и потом что у нас здесь давайте посмотрим эти картонки перемыть его кто-то грязно так вот это это по 20 гривен килограмм это просто вот такие вот жилы ну не знаю собака мне кажется тоже может жуков кашу а может альми вот такие всякие жилы видите это тоже им полезно как ну как типа сухожилия с печатями вот такая обрезь 20 гривен килограмм значит еще я хочу я хочу чтобы это все разморозилась перерезать и печень на кусочки и вот это на кусочки и вот это на кусочки и в большом тазике все это перемешать и уже вот эту вот смесь разложить отдельно по порционным пакетом и в морозилку вот там еще были легкие но чуть-чуть а я их не стала брать на и кисне по цвету не понравились так и взяла я жуку косточки покупаю говяжий погрызть но они у нас магазине вот такие огромные продаются а альми мне нечего дать то вот здесь вот такие видите кости им тоже полезно погрызть почистить зубки собаки и кости это же как бы все взаимосвязано они это дело любят а это виде такая как коленка она разрубленная вот эту можно например альми отрезать вот мелкие части отсюда погрызть чисто в сыром виде а более крупную уже жуков альма жуковскому так и вот такая тоже ее взяла вот это видите разрублена вот это я альми дам погрызть а вот эту большую жуковскому на дачу эти кости по 20 гривен килограмм они мне вышли на 40 гривен вот это вот на 20 и того 60 вот это я помню так дальше что убирать сторону дальше у меня здесь ребята ребра он выбирала выбирала все какие-то страшненькие не сильно мясные на других сильно жира много еще что-то взяла у знакомые ребра вообще по 200 гривен килограмм вот я взяла у знакомые там был как раз хозяин вот тебе на привет вам большое спасибо что говорили хозяина не снизить цену по 180 гривен килограмм ну конечно жирноватые ну а что делать вот такие вот ребра это я хочу на день рождения приготовить ребрышки на праздничный стол давайте посмотрим вот такая вот лента получается так как я сейчас скручу как то значит вот они ребрышки идут ребрышки тут уже мясо утолщается а здесь вообще без косточек вот кусочек мяса ничего страшного вот так вот я пока отправлю в холодильник я хочу сразу все это папа мы перелезать на порционные кусочки так а насколько она мне вышла в общем на 200 мой или 200 280 или короче я не помню 270 что-то такое вот хочу помыть но потому что она грязненькая знаете как на стола там на картонках она все лежит и порционно перелезать и в пакетик и в морозилочку так и то есть дальше поехали что я еще взяла я за взошла когда ходила на обратном пути зашла взяла пельмени я уже я хочу свои домашние налепить пельмени ребят не хватает времени у меня зашла купила очень вкусные значит магазин галя балована ценная реклама у их постоянно берем очень вкусно это дороговато дешевле и выгоднее конечно же налепить свои пельмешки но сумма это моим на скажут пельмени со свининой я беру принципе никакие другие я у них ничего не пробовал продукцию них большая и котлеты и какие-то кручники и вареники и тефтели 6 заморозки всякое всякое ничего у них не брала кроме вот этих значит килограмм ребята стоит что сто восемьдесят пять гривен килограмм у меня здесь вышло на сто девяносто семь гривен так отправляет сразу в морозилке разгребать складывать потому что там у меня на холодец и петух и нога это свиная рулька чаяк воно там столько всего что места нет дальше ребята дальше я взяла кусочек печеночной колбаски тоже к сожалению я не помню на какую сумму вышла уже последняя вернулась рынок уже все уже почти все поразбирали вот вот такой кусочек последний забрала печеночной колбаски она очень вкусная но это в другом месте взяла но она смотрю идентичное то же самое колбаска печеночная дальше здесь у меня чё-то я шла и увидела продают рыбу это толстолоб я взяла небольшой кусочек цена они так порубленные тот самый на морозе прямо не так под подмерзли я взяла небольшой кусочек цена за килограмм 200 гривен вот вот этот мне вышел на 130 гривен вот хоть он и небольшой смотрите вот такой вот реберная часть оси короче но я его сделаю тоже хочу на для гостей на стол жареную рыбку давно такой не готовила я вот так вот чик напополам перри рублю тоненькими кусочками порежу и принципе на одну тарелочку хватит рыбки жареные это толстолок так есть такое дело сейчас руки сползну дальше дальше юля не может на рынок не зайти в рыбный магазин я взяла в магазине хамсу да это не помню почем хамса 130 ребята остановилась у меня запись я вам рассказываю рассказываю что такое началась в телефоне закончилась память это вовремя чистить я почистила закончила я оборвана запись на рыбе хамса почем килограмм гривен и на 100 до 135 тут грамм 250 у меня лена любит очень хамсу вот и я тоже буду кушать хамсу дальше ребята взяла одну селедку не помню почем один килограмм не буду вам разворачивать обычная селедка очень вкусная у них селедка мне дали попробовать но не от этого кусочка там целенько лежит дают пробовать отрезают эти какая широкая прям толстенная огромная не помню почем килограмм но одна вот это вот селедочка мне вышла на 85 гривен вот и последние ребята смотрите если эти ребра я купила на рынке то я зашла еще решила взять ребрышек но уже в магазине это не такие красивые они но больше для супа люди покупают цена 130 гривен килограмм эти же не по скидке сделали по 180 вообще их цена 200 а эти 130 но смотрите вполне себе неплохие вот они ребрышка мясо на них конечно же вроде бы как меньше хотя с этой стороны вот так широкая прям есть мясо вот здесь уже такое тоненькая но для супчика и тот самый вполне пойдет 130 гривен килограмм все в общем то вот это вот все мои покупки надо будет все это раз за тот самый ну вот это вот я в холодильнику беру потому что это не замороженная которые по 20 гривен жилочки обрезочки а так как вот это все замороженное пусть она не но на балкон нет смысла выносить там холодно я думаю что до вечера она разморозится вот главное потому что ласа сюда запрыгнет начнет это жрать надо чем-то прикрыть что ли не знаю куда и до вечера она разморозится и я все вот это вот перережу ну как я уже сказала перемешаю и так далее а пока что можно вот от этого ласи обрезать вон мясо есть смотрите вот здесь видите такие куску я сейчас обрежу ласу угощу вот отрежу костяшку альми пусть грызет и они будут делать заняты и ласа не будет на стол прыгать может и ласе какую косточку тут она тоже любит погрызть вот насчет рыбы не знаю я сразу на порционные кусочки порезать и в морозилку либо потом так вот ребра точно надо порционно их в пакете ну короче сейчас буду делать но сначала надо лена уходит собирается сейчас ее провожу к репетитору а я сейчас займусь смотрите посуду у меня сколько и вот с этим буду разбираться и посуду мыть ну короче то на этом ролике я заканчиваю ребята такое небольшое видео из кусочков из разных дней ну как есть уж простите ну и на этом все скоро увидимся пока пока